Выбрали лучшего учителя и воспитателя. Во Владимире наградили участников и победителей городского конкурса «Педагог года». На него подали заявки 14 человек, 6 учителей и 8 работников детских садов. В этом году специалисты соревновались в профессиональной эрудиции, проводили открытые уроки и мастер-классы в режиме онлайн. Мы смотрели уроки, самые главные испытания в записи конкурсантов. Но я думаю, это не изменило, скажем так, эффекта понимания того, что делает учитель. Но на протяжении всего конкурса, встречаясь в онлайн-режиме, мы говорили, желали, высказывали вот эту вот нашу потребность увидеть друг друга вживую. Единственный среди участников «Педагог-мужчина» Виктор Волков, учитель информатики 46-й школы. Это первый конкурс педагога за 17 лет работы. Виктор подумал, что его проект «Неделя информатики» помимо школьников понравится и членам жюри. Учитель рассказывает, что в течение года дети изучают программу, а в апреле проверяют свои знания в игровой форме. Учеников с 5 по 11 классы делят на команды, и они должны пройти несколько интеллектуальных этапов. Иногда пятиклассники даже быстрее, чем 11 класс, разгадывают какие-то задачи. Ну, чтобы вы понимали, одна из самых сложных, это завершающая задача, этап, завершающий этап, это загадка Энштейна. Есть такая загадка про дома, про напитки и так далее. И вот, смею вас уверить, за полчаса, час достаточно большое количество команд разгадывает эту загадку. Члены жюри отметили призами всех участников, но работа только двух была признана лучшей. Конверты с их именами вскрыли прямо на сцене. Победителем конкурса стала учитель физики 49-й школы Анна Ермилова. На уроках она любит проводить эксперименты. Мини-проекты – это то, что я использую на уроке. Чаще всего это по созданию какого-либо прибора, то есть не замысловатого, который можно выполнить буквально за несколько минут. Психрометр, например, для измерения влажности воздуха в помещении. Электроскопа, наблюдение электрических зарядов. Второй победитель – воспитатель 66-го детского сада Лана Гудеева. В дошкалятах она стремится пробудить интерес к чтению с помощью буктрейлеров. Буктрейлер – это реклама книги. Такой короткий видеоролик, который рассказывает детям о книге. Для моей профессии важен оптимизм. И вот все так оптимистично прошло, закончилось замечательно. Я очень рада. Это первое ваше участие? Да, это мое первое участие в таком конкурсе. Педагог и воспитатель, ставший победителями, получат премии по 30 тысяч рублей. И будут представлять Владимир на таком же конкурсе, но уже областного масштаба. Валерия Пронина, Артем Михайлюта, 6 канал.